Приветствую вас, аноним. Да, совершенно очевидно, что мужчина, скорее всего, будет после себя так же, потому что ему меняться никакого резона нет. А вот по поводу того, почему вы позволяете по отношению к себе рукоприкладство, почему вы, допустим, терпели первое, так скажем, проявление насилия, да? Вот. Это, конечно, большой вопрос, на мой взгляд, потому что это говорит о проблемах у вас с самооценкой, в первую очередь. То есть, если вы, ну, если вы стерпели насилие, если вы позволили человеку, вот, ну, так себя вести с вами, вот, то, ну, наверное, он будет это делать еще. Вот, мне кажется, это, ну, мне кажется, это вполне логично. Я могу ошибаться, конечно, конечно. Вот. Но мне так вот видится эта история. Вот. Это вопрос к вам. Да? Вот. Это вопрос к вам. Так же вопрос, по какой причине вы, собственно, все это терпите, да? То есть, вот у меня есть такое ощущение, что вы, ну, просто боитесь, может быть, остаться одна, может быть, вы как-то вот боитесь развода, может быть, есть какие-то ещё вещи, которых вы опасаетесь, я, конечно, этого не знаю, вот, но я совершенно точно могу сказать, что вы здесь находитесь в позиции жертвы, вот, мужчины находятся в позиции такого, знаете, агрессора, вот, и всё вместе обращают треугольник, к сожалению, у Карпмана, вот, всё представляет от себя всё зависимое отношение, вот, потому что вы сейчас, по сути, думаете не о том, чтобы развестись с человеком, да, у вас есть сомнения относительно того, разводится ли вам с ним или нет. И мне кажется, что вот эти сомнения, да, и, собственно говоря, какая-то надежда, что ли, на то, что человек изменится, она сами очень такую, знаете, злую, на мой взгляд, играет щутку, вот, потому что подобная надежда именно вам, именно вам даст негатив, то есть надеясь на перемены кого-то, вы всегда будете обесценивать, значит, себя, вы всегда будете обесценивать свои в некотором роде чувства, свои в некотором роде переживания, свои в некотором роде желания, вот, и, соответственно, ну вот, такая история. То есть я могу вам ответить на этот вопрос вот примерно так. Может, будет ли мужчина вести себя так? Да, будет. Будет вести себя так мужчина. Значит, просто потому что он такой, и чтобы ему, например, измениться, чтобы ему, например, поменяться. Нужна, грубо говоря, мотивация, вот. Я мотивации меняться у него не вижу, потому что вы это все воспринимаете, к сожалению, ну, своего рода, так, как будто, так и должно быть. А это не так. Вот. Поэтому для начала поработать нужно с вашей финансынкой, вот, с вашими страхами, потому что вы его боитесь. Если вы его боитесь, то это, скорее всего, ну, за тем, что вы его боитесь, скрывается ощущение беззащитности, ощущение незащищенности. Вот. А это, соответственно, проблема личных границ. Вот. Ну, в том числе. В том числе. Это проблема личных границ. Вот. Поэтому в данном направлении, в данном аспекте очень желательно поработать. И, возможно, после того, как вы измените свое отношение к себе, вот, вероятно, ситуация будет гораздо лучше вам видеться и представляться, в том смысле, что, возможно, и, собственно, мужчина вам уже будет не так, чтобы, вот, сказать, особо нужен. Вот. Но тут, конечно, тут, конечно, есть, эм... Тут есть, эм... Свои моменты. Безусловно. Эм... То есть... Тут есть свои нюансы и... Наверное... Ну, наверное, так вот, быстро с плеча, а мы рубить не будем. Сначала нужно во всем разобраться. И уже... Уже потом, когда мы это сделаем, вы поймете и решите для себя, эм... Ну... Как... Как вы будете... Поступать... Дальше. Вот. Если не для себя, то... Хотя бы, ну... Ради своего ребенка, который... На... Мой взгляд... Страдает... Из-за... Того, как вы... Выстраиваете отношения... С... Ну... Со своим... Мужчиной. Вот. Самая история для ребенка, это очень негативная история. Вот. Что касается того, что муж относится к вам... Эм... Вот так. То есть... Ну что, она относится к вам... Только... Эм... Как... Значит... К объекту для приготовления видов и секса. То я полагаю, что здесь... Эм... В некоторой степени роль играет ваша... Ваша самооценка. Вот. То как вы... Как вы себя... Поставили... Эм... Эм... С ним... А... Вот... В том числе... Эм... И соответственно это можно и нужно... Эм... Эм... Корректировать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен... За... Его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. В. В. овых. В. 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 Продолжение следует...